Необычная бумажка появилась в подъезде дома номер 43 на улице Октябрьский городок. Ее повесили 1 июля. Управляющая компания Скопа Плюс сообщала, что жильцы должны возместить ее траты на диагностику лифта, ведь в этом году запланирован его капитальный ремонт. Оплату предлагали внести наличными в бухгалтерию, иначе подадут в суд. Такая же бумага появилась и 26 июля. Капитальный ремонт лифта был произведен в 2016 году из средств фонда капитального ремонта. То есть капитальный ремонт уже был произведен на 2020 год. Из этой же бумаги видно, что должна быть произведена замена лифта и даже не в 2020 году, а в 2019. То есть вот в этом текущем году. Получается вопрос был, как сразу возник вопрос, на что собираются эти деньги. Жильцы опасаются, что угрозы вновь повторятся. Однако задать вопрос о своей управляющей компании они так и не смогли. Ведь дверь постоянно закрыта, поэтому обратились к юристам. Те считают действия незаконными. Как такового платежа за диагностику лифта не существует. Нет такой услуги диагностика лифтов. Это входит в содержание жилья. То есть управляющая компания, она и диагностирует состояние несущих конструкций, кровли, электрооборудования, лифтового хозяйства, лестничных маршев. Все, из чего состоит дом, мы за это заплатили. В графе, повторюсь, содержание жилья. Также к этой строчке квитанции относятся оплата домофона, колясочных, кладовок, плата за покраску бордюра, ремонт детской площадки, оплата коллективной антенны, сбор средств, ремонт шлагбаума. То есть, если вам отдельно начисляют плату за эти услуги, то можно смело обращаться в суд, ведь управляющая компания действует незаконно. Также юристы призывают не доверять начислениям, а регулярно проверять их. В далеком 2011 году, 6 мая, на основании постановления номер 354, было принято правило представления коммунальных услуг, которым есть приложение номер 2. В этом приложении содержится формула, по которой можете проверить правильность начисления платежей за отопление, за горячую воду, за общие домовые нужды. А в приложении номер 1 содержатся условия снижения оплаты при снижении качества и объемов. Также юристы подчеркивают, что с управляющей компанией у каждого человека должен быть заключен договор, в котором прописаны все виды оказываемых услуг и формулы расчета их стоимости. Галина Кудряшова, Игорь Клотов, телекомпания «Город».